Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. С тобой я, Адель Шамилова. Итак, давай узнаем, что ты увидишь сегодня. Старт гейм. Программисты и ТСКФУ разработали реабилитационную игру. Редкая удача. Студенты узнают, о чем молчат генералы. В стенах Института международных отношений истории Востоковедения прошел лекторий в формате диалога с депутатом Государственной Думы Айратом Фараховым. Как это было и какие вопросы задавали студенты, смотри в нашем следующем сюжете. 25 октября в здании Института международных отношений истории Востоковедения состоялась встреча студентов Казанского федерального университета с депутатом Государственной Думы Федерального собрания 7-го созыва, членом Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Айратом Фараховым в формате диалога. Студентов больше всего интересовал вопрос, как же обычному медбрату удалось пройти такой тернистый путь и стать депутатом Государственной Думы. Также прозвучали вопросы, напрямую связанные с деятельностью Фарахова. Конечно же кризис пройдет, конечно же наступят времена, когда мы найдем решение. Но в то время, когда он существует, конечно же требуется колоссальное усилие, решение для того, чтобы этот этап пройти максимально спокойно. Айрат Фарахов принимает активное участие в развитии не только государственного бюджета, но и медицины. Диана Шилова, Евгений Максимов, Универньюз. Сотрудники лаборатории ТИСКФУ завершили проект по разработке игр для людей, имеющих нарушение двигательных функций. Игры представляют собой комплекс упражнений по реабилитации неврологических больных. О том, как эти технологии могут помочь врачам, расскажет Анна Глазунова. Программисты высшей школы ТИСКФУ разработали медицинские игры для реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории СИМ, виртуальные симуляционные технологии в биомедицине, завершили проект, который поможет людям, имеющим нарушение двигательных функций, например, после инсульта. Игра включает в себя четыре программы для приставки Xbox 360 и сенсора Kinect. Чтобы в нее сыграть, пациенту необходимо встать перед экраном телевизора и повторять движения за персонажем. Они направлены на развитие определенных групп мышц, которые необходимо задействовать больному. Все упражнения разработаны совместно с врачами. В процессе игры врачи могут контролировать правильность выполнения движений. Моторику нужно прорабатывать у конечностей разными упражнениями. И, соответственно, были четыре концепции, которые работают на разные группы конечностей и мышц. Игры включают в себя и психологическую реабилитацию. Люди, которые проходят длительный процесс лечения, вовлекаются в процесс игры, что мотивирует их к скорейшему выздоровлению. И здесь, помимо развлекательного момента, реализуется задача медицинских учреждений по развитию и восстановлению моторики больных неврологическими заболеваниями. На разработку реабилитационной игры ушло три месяца, а трудились на дне четыре программиста-сотрудника лаборатории ИТИС. По словам разработчиков, проект уже прошел тестирование за рубежом и сейчас его внедряют в больницах Испании. Анна Глазнова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Казань может получить статус города воинской славы. Обоснованием этого служит строительство в 1941 году одного из крупных оборонительных сооружений Казанского обвода. КФУ оценили в четыре звезды во всемирном рейтинге QS Start. Университет улучшил свои показатели по сравнению с 2014 годом. Казанский федеральный университет набрал 574 балла из тысячи возможных, войдя во всемирный рейтинг университета по версии QS Start. Фильмом «Смирение» стартует социальный эксперимент в кинотеатре «Мир». Показ картины пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм рассказывает о жизни мальчика с особенностями развития. Стендап-клаб КЗН выступит в Альмитевске. В 2016 году резиденты этой команды принимали участие в большом открытом микрофоне в фестивале, организованном телеканалом ТНТ в Москве. Мэрия Казани разрешит кататься на вейкборде на озере Лебяжье. Вейкбординг – это экстремальный вид спорта, который подразумевает выполнение различных трюков спортсменам, стоящим на вейкборде и прикрепленным тросом к катеру. На Казанском ипподроме появится площадка для пейнтбола. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Татарстан. Samsung временно заморозила разработку смартфона Galaxy S8 в связи с серией взрывов предыдущей модели. Причины произошедшего до сих пор остаются невыясненными. Памятник Ивану Грозному предложили установить в Казани. Также планируется поставить памятники в Москве, Коломне и Владимирской области. Работа в сфере международной журналистики многим кажется чем-то недостижимым. Доступным лишь узкому кругу выпускников зарубежных вузов, обладателям нужных связей. Ольга Ившина, корреспондент Всемирной службы Би-Би-Си, всегда мечтала работать в одной из старейших корпораций в мире. О том, какими качествами должен обладать корреспондент на линии фронта, узнаешь в нашем следующем сюжете. Это вовсе не военные учения, а зона боевых действий на Украине, где съемочная группа Би-Би-Си освещала стрельбу возле аэропорта Донецка весной 2014 года. Ольга Ившина, специальный корреспондент Би-Би-Си, побывала во многих горячих точках. Она освещала события на Майдане в Киеве, вооруженный конфликт на Донбассе, референдум в Крыму и многое другое. 24 октября в Высшей школе журналистики медиакоммуникации КФУ Ольга провела мастер-класс для студентов. Вначале она поделилась, как начиналась ее карьера журналиста. Изначально работала в разных печатных изданиях, затем на ГТРК Татарстан, а после уехала в Москву. Там и начала свою карьеру как международный корреспондент Би-Би-Си. Вскоре работу продолжила в Лондоне, где она, проявив инициативу, стала освещать события в разных горячих точках. В любой профессии есть сложности, а с какими трудностями сталкивается журналист на линии фронта, рассказала нам Ольга Ившина. Главная сложность – это объективность, представить две точки зрения. И вторая – это, конечно, постараться воздержаться от эмоциональных оценок, от этого всплеска. Потому что мы все люди, там страшные вещи происходят. И постараться отделить эмоции и выдумку от правды, постараться не скатиться ни в ту, ни в другую сторону – самое сложное. Начинающие журналисты хотели как можно больше узнать о работе журналиста на линии фронта. Итак, каким же он должен быть? Быть вдумчивым, порядочным, порядочным по отношению к своим зрителям, порядочным по отношению к героям своих сюжетов, чтобы не подвергнуть их опасности, никак не оскорбить или не обидеть их чувства, потому что где война, там всегда смерть, там всегда очень тонкие вещи. В общем-то, работа на войне не сильно отличается от работы в обычной жизни, просто цена ошибки выше. Особенностей корреспондента на войне очень много. Главное – просто оставаться порядочным человеком и критически оценивать свои поступки и тех, о ком ты рассказываешь. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетяров, Универньюз. Воспоминания о подвигах видных военачальников усилены новым полиграфическим памятником. На месте событий побывала наша съемочная группа. Смотрим. Можно с уверенностью сказать, что имена известнейших республиканских генералов Великой Отечественной войны навсегда остаются не только в памяти, но и в стенах Казанского федерального университета. 25 октября в историческом музее КФУ состоялась торжественная презентация энциклопедического словаря генерала Татарстана. Новая книга рассказывает о судьбе самых ярких и талантливых военачальников. И весьма отрадно, что немалая часть из них – это выпускники Казанского университета. Когда мы сделали маленький анализ, что из 317 генералов, около 50 генералов и адмиралов являются бывшими студентами Казанского университета. Вот это привело нас сюда, чтобы провести презентацию персональную в случае такого интересного явления. Создатель книги не скрывает – столь кропотливая работа заняла много лет. И несмотря на то, что выпущен целый том, впереди еще очень много работы. К сожалению, не все поместились в первый том, но мы начали на сайте Казанского юридического института собирать все материалы на следующий том. Новый словарь генерала Татарстана имеет довольно небольшой тираж. Его нельзя встретить на полках магазина. Доступен он далеко не для всех. Однако студентам Казанского университета повезло больше, ведь Музей Истории КФУ всегда готов раскрыть страницы биографии истинных героев и поведать, о чем же молчат генералы. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Смотри новости студенчества и не забывай, выходя, надеть шапку. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова